заехал в мастерскую на завтра записался вот подшипник у меня и рулевая тяга на замену они говорят мой подшипник не меняем и говорю вы же мне написали в диагностической карте замена подшипника 2000 рублей мы только муфту в сборе меняем и говорю как понять я же не сам выдумал вы же сами смету написали я купил все ну привозите посмотрим ну не знаю вообще так получилось не очень хорошо ну поеду завтрак 10 на ремонт автомобиля очередной вот рулевая тяга у меня рулевая тяга подшипник пакете лежит как-то так потихонечку будем ремонтировать машину приехал с поликлиники пошел это чистить инкубаторы потому что будут закладывать инкубаторы пошел выкидывать яйца смотрю не за спрятались которые куры утром гуляли не загнал я их пошел я их загонять ловить чтобы остальные не выбежали загнал подошел к черешне начал есть черешню говорю дальше вишня начал есть вишню смотрю смородина смородину вспомнил у меня же абрикосы уже должны быть спелыми подошел а был у нас ветер сильный ветер сильный и спелые абрикосики уже начали сыпаться и я собираю вот уже абрикосы смотрю тут муравьи подъедают абрикосы и вот вокруг дерева обхожу вот мой абрикос ранний нью-джерси шикарный абрикос вообще но он уже весь спелый все он уже весь спелый вот собираю я косточки это муравьи объедают я косточки собираю тоже нью-джерси шикарный сорт абрикос вот они лежат у меня уже абрикосики хорошо у меня трава не голая земля не не бьются они не лопаются они все целые вот видите они очень транспортабельные нью-джерси так что соберу сейчас первый урожай абрикосов ну вот набрал я целый ящик абрикосов ящик конечно небольшой но все таки на дереве немного было абрикос в этом году повторяюсь были ливни был как бы такой на неделю почти ливни были они цвели но самое главное что есть абрикосы в этом году они чуть-чуть покрупнее вот такие хорошие абрикосики вот они абрикосы очень хорошие вкусные и они транспортабельные они сухенькие хорошие вообще собрал вот забрал у муравьев косточки абрикосов в том году мне не досталось нью-джерси вообще ни одной косточки в этом году я буду их собирать буду их сеять и на эти же косточки буду потом прививать уже сам нью-джерси именно с этого дерева прививки обязательно но это будет в следующем году и собирать самое лучшее это самый вкусный абрикос вот я не буду с дерева срывать их ничего вот они осыпятся я их собираю и они прекрасные вот смотрите видите они вот ничего с ними не произошло вот нажимаешь они вот они раскрываются как косточка отделяется хорошо вот они спелые внутри сочные видите у меня слюни потекли я счастлив пока покушал пока что с мамой поговорил пока кушал и зашел в теплицу а тут оказывается а тут смотрю меня на помидорах смотрите что вот куст начал пропадать а что такое я его отрываю а там паутинный клещ паутинный клещ блин черт побери сейчас я буду все опрыскивать полностью все буду опрыскивать помидоры перцы огурцы и в первую очередь все прям буду хорошо опрыскивать хорошо сегодня не жара сильная я сейчас намешаю себе взял опрыскиватель вот полазил здесь у меня в пакетах разные там садовые модовые всякие эти лежат принадлежности кто-то спрашивал липкие ленты вот эти у меня висят вот брос липкие листы кстати их надо поменять не будет повесить вот эти новые и вот сейчас я заливать буду против вот этого клеща я танрек хочу залить командор и гильдор 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 а также да это будет химия ребят а также туда пихтовое масло эвкалиптовое чабреца масло добавлю и гвоздичное масло то есть я смешаю органику не органику и буду этим делом опрыскивать запах там будет офигенный после эфирных масел ребят вот ну плюс химоза это стопроцентное уничтожение всей пакости потому что чтобы не делать сильную концентрацию отравы я соблюдаю норму вложения я еще добавляю сверху эфирные масла уничтожает все они все эти погибают так я от белокрылки в том году спасся ну что включил я опрыскиватель пришел его час пять лет опрыскиватель проработал верой и правдой отслужил он пять лет я вам говорил что он работает все все стал опрыскиватель мертвым грузом звонил соседям трубку никто не берет прошел к одному соседу а спали они говорят у нас то ручной опрыскиватель но мы сейчас им не пользуемся мы пользуемся автомойкой керхером я такой ее у меня же есть краскопульт сейчас я в общем это все дело перелью ведро и опрыскиваю все дело краскопультом и все и проблем не будет а потом конечно опрыскиватель нужно будет купить но пока будем обходиться краскопультом ребят ну хочу сказать что краскопульт справился со своей задачей просто на ура я опрыскал всю теплицу во первых это еще и экономично и он отлично опрыскивает крупно смотрите будет шумно немного но посмотрите как надо остановили куда надо прыскаете откуда я это придумал то зашел я к соседу говорю евгений наталья а есть опрыскиватели ручной механический такой но горит я керхером мою о керхером которым мою опрыскивать приноровился игру так у меня краскопульт это не краскопульт это супер опрыскиватель я уже все опрыскал полностью у меня еще пол ведра осталось сейчас посмотрю где что может на огороде опрыскать конечно до электрически подвязанный ну это просто круто это все что а 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 Он стреляет вперед на 2-3 метра. Маленький недостаток, что здесь емкость всего лишь 800 миллилитров. Но, еще раз говорю, я зарядил, ну может быть 6 раз, и у меня вся теплица, 6-7 раз, и у меня вся теплица уже обработана препаратом. Причем эта мелкая дисперсия идет, распределяется под всеми листами, потому что она с ветром еще идет, с большим потоком ветра, воздуха. Отлично все обработалось, просто все обработалось. Отлично, супер! Отлично!